Всем привет! С вами Брэйн Фёрст и это очередной мой анбоксинг. Я довольно давно не делал ничего подобного. Последний раз я делал это летом. Мы там открывали очень большую партию игр. И самое удивительное, что я даже половину из них еще не поиграл, но уже взял новое, потому что я жирный, богатый ублюдок. Можете меня за это ненавидеть. Но сегодня у нас нечто особенное. Во-первых, это парочка старых релизов, которые я бы хотел лично поиграть, то есть я купил их для себя. И, конечно же, Last of Us, мега-хит от Naughty Dog, Еврогеймер ставит 10 из 10, все остальные сучки типа IGN вообще потекли. Но я не думаю, ребят, что это 10 из 10, серьезно. Я должен сам поиграть, убедиться, но я считаю, что ни одной игре в мире нельзя поставить 10 из 10. Что за бред? Еврогеймер, сколько вам заплатили, скажите мне сразу, если вы меня смотрите. Ну да ладно. Сегодня мы также откроем Hitman Trilogy. Такая вот красивая коробочка. Посмотрите, арт. Арт, я так понимаю, из второго Hitman. Из-за ничего, даже скриншотов не поставили. Но чтобы не стыдиться, графику типа не улучшали и чтобы не позориться. Также у нас сегодня Байонета. Слэшер, я так понимаю. О, прекрасной даме. По имени их я знаю, как ее зовут. Ну, то, что написано Sega, меня уже дает мне воспоминания о детстве. И, конечно же, Dante's Inferno. Прекрасная вещь, прекрасная совершенно. Еще один, кстати, слэшер. Что-то сегодня слэшер у нас. Какой-то анбоксинг. И надпись гласит Go to Hell. То есть нас игра тут же посылает на три буквы. Ну и, конечно же, коробочка Last of Us Joy Edition. У нас в городе, к сожалению, ни одной Joy Edition я не нашел. Нашел я только, если не ошибаюсь, L Edition. Да, если девушку зовут L. А вот Joy Edition я пришлось искать в другом городе. Последнюю коробку буквально я забрал. Вот, посмотрите. Бэкграунд. Немножко она помята, но ничего страшного. Ничего страшного. От создателей Uncharted. Ну, понятно, что типа Uncharted это лучший игрок на PS3, самый лучший графончик. За что ее и ценят. Ну что, поехали, поехали. Начнем мы с Hitman. Начнем мы с малого, да? Hitman Trilogy. Отличная совершенно серия игр. Мне очень нравятся первая и вторая части. Я немножко поиграл в контракт. Мне она не очень, скажем так, приглянулась, потому что там были повторные миссии. Хоть и слегка переделанные, и с более улучшенной графикой, но, к сожалению, по второму разу я контракты не смог пройти. Хотя мне понравилась последняя миссия. И, конечно же, тут есть Blood Money. Собственно, вот все, что входит. Это Hitman 2 Science Assassin, Hitman Contracts, Blood Money. Сзади я уже говорил, что ничего нет. Внутри диск. Неплохо отформлен. Классический HD Classics надпись на верху. Так делают почему-то все игры для Square Enix, потому что у меня тоже есть Tomb Raider. И там точно такая же надпись. Довольно красиво выглядит арт из второго Hitman, если я не ошибаюсь. Потому что все персонажи второго Hitman именно. Давайте посмотрим. Артбук. Ну, артбук, он довольно скудненький. Тут, собственно, два мануальных, ну, две таких, два кода. Первый для регистрации продукта, второй для Sniper Challenge. Ну, кто не играл в Sniper Challenge, можете списать код, ввести его, не знаю, на PS3, куда-нибудь себе. И поиграть в Sniper Challenge, несмотря на то, что Hitman Absolution уже вышел. Итак, значит, мануальчик. Мануальчик довольно простой, черно-белый. И, по сути, нам объясняют controls, да, для всех игр. Contracts, Silent Assassin и, конечно же, Block Money. Тут всякие заметки, типа, не кушайте диски, не кладите их на солнце и жопойми тоже не постирайте. Ну, мы это все знаем. И без вас, дорогие друзья из Square Enix. Что ж, это был Hitman Trilogy. Дальше Dante's Inferno. Классный парень на обложке, кстати. Ну, Platinum, конечно же, ребята из PlayStation 3, которые говорят... Из Sony, точнее, которые говорят... Ребята, да вы нихуя не знаете об... Ой, извините. Которые нихрена не знаете об играх. Я вам сейчас расскажу. Вот мы наклеим Platinum на все игры, испахабим коробку, сделаем ее коричневой, и вы ее купите. Вот, не знаю, зачем ребята портят совершенно вот такие вот прекрасные прозрачные коробки вот этим вот... Это даже не золотое, это даже серебряный цвет. Кому нравится вообще серебро, кто на это фапы? Или это типа платина такая? У-у-у, платина! Ладно, так или иначе, Dante's Inferno, платиновая версия, красивая арт на коробке. Go to Hell сзади написано. Посмотрим, что внутри. Ну, классическое оформление платиновых игр от Sony. И мануальчик, кстати, довольно большой, удивился. Ну, тут, кстати, несмотря на то, что он черно-белый, но в нем мне понравилось то, что в нем довольно красочно все описано. То есть, дисплей, комбат, то есть, файтинг, то есть, все, что вам нужно, да? То есть, какие предметы есть в игре, какие способности, какая магия. Тут даже боссы некоторые есть описаны, в том числе и финальный босс, я так понимаю. Ну, мы знаем, что эта игра сделана по божественной комедии, и мне очень не терпится в нее поиграть. В скором времени я, пожалуй, это сделаю. Ну, и, конечно же, Байонетта. Интересная игра, скоро выйдет вторая часть, и я очень бы хотел с ней познакомиться, именно с первой частью. Я не знаю сюжет, я не знаю ничего об этой игре, но я знаю, что у телки из каблуков есть... Ну, вместо каблуков револьверы. Вот, это уже круто. Это все, что мне нужно знать. Оформление довольно классное, посмотрите, сзади, да, красивый такой арт. Сейчас я беру диск. Вот такой вот красивый арт. Это ленточка, видимо, у нее, или что-то в этом роде. Такая вот, в ее волосах. Вот, она сама такая красавица. Вот такой диск. И, по-моему, мануальчик. Я более чем уверен, что он черно-белый тоже, но... Он, как и в случае с Dante Sanferno, он довольно толстый. Причем он даже на нескольких языках, то есть, видите, все объяснено. То же техники, комбы, все, что нужно. Даже некоторых врагов. И с иллюстрациями это очень даже полезный такой мануальчик. Действительно, он может нам помочь в игре. Возможно, я даже буду иногда поглядывать в него, чтобы узнать что-нибудь новое, что-нибудь интересное. Вот. И что меня удивило в конце, ну, помимо того, что тут реклама, ну, нет, сверхспидейтеров, совершенно отвратительной игры, но есть заметки, которые я, наверное, сейчас не найду. А, ну, тут, конечно же, есть еще на двух языках дополнительное меню. Ну, то есть, ну, ребята постарались, не стали жалеть бумагу и сделали вот такой вот мануальчик. Ну, что ж, у нас, что называется, main event. Last of Us, Joel Edition. Вот, Joel у нас смотрит таким взглядом бомжа, видимо. Думает, что у нас есть еда. Нет, Joel, мы тебе не дадим это уже сегодня. Открываем коробочку. Сейчас могу это снимать с первого раза, не нафейлить. Так, что меня удивило? Я читал то, что находится внутри игры, но они... Внутри коробки, но они не сказали, что именно в ней находится. Самая главная вещь это вот эта вот такая сумочка или что-то в этом роде. Не знаю, как это называется, но что-то типа survival kit. Сейчас тут все уберем. Survival kit такой сумки, да, с принадлежностями. И внутри нас ждет целый такой клад. Ой, это все. Разве я? Вот. Так, вот все составляющие специального эдишна. Специальный эдишн Last of Us. Есть также коллекционные издания, но у нас, к сожалению, в России она не продается. То есть, если нужно именно коллекционные издания с фигуркой. Кстати, фигурка очень качественная. Я посмотрел склоничные бомбсинги. Там действительно качественная фигурка с панорамой такой красивой. Там классно оформлены и Джоэль, и Эл. Такие стоят на фоне заката. Очень классно сделано. Но у нас есть специальное издание, которое тоже неплохо. Итак, что здесь у нас есть? Ну, во-первых, плакат, сделанный на матовой, к сожалению, бумаге. Я не знаю, кто додумался делать плакаты на матовой бумаге. Мне кажется, глянец гораздо более устойчивый материал для именно плакатов. Но плакат черно-белый. Ну, он в стилистике, конечно же, от The Last of Us. Вот такой вот красивый, симпатичный. Джон, как бы, говорит, ребят, купите Last of Us Еврогибер 10 из 10. Ну, мы ему поверим, мы ему поверим. Ну, не ему, а Еврогибер, потому что мы верим. Может, идти и все прямо. Впрочем, на мастер-мастер. Так, дальше. Тут у нас есть комикс. American Dreams называется он. Почему-то написано 11 из 4, то есть еще какие-то выпуски. Ну, видимо, дополнительно нужно будет покупать. Такая маленькая книжечка, маленький такой комикс. Не знаю, про что он рассказывает. Может быть, он про прошлое Эль, может, какую-нибудь предысторию. Довольно красочно оформлено. Видно, что художник поработал над картиночкой. И, в принципе, ну, комикс на английском, к сожалению, не перевел. Тут даже в конце немножко артов есть. В общем, довольно симпатичный комикс. Я его, в общем, не читал. Но я обязательно с ним ознакомлюсь чуть позже. Парочка наклеек тут есть. Это наклейка на Gamepad. The Last of Us с Джоэлем. То есть, собственно, чем она отличается от L-Edition? Это тем, что у Эль, наклейка, собственно, с Эль. У Джоэля, наклейка с Джоэлем. Все довольно логично и правильно. И, конечно же, плакаты. Плакаты разные, я так понимаю. У L-Edition плакат все-таки с Эль. Так. Дальше. Это еще не все. Есть вот такой замечательный артбук. Очень прекрасный. Я считаю, что это просто главная вещь, из-за чего стоит купить L-Edition. Прекраснейший совершенно артбук. Просто очень красивый. Очень красивый. Показывает нам персонажей. Показывает нам... Вот, кстати, как Джоэль был сделан. Посмотрите. Очень красиво сделан. То есть, разные варианты анимации лица. То есть, зарисовки. Действительно, качественный очень хороший артбук. И, я думаю, для фанатов игры он очень даже пригодится. Тут прекрасные совершенно заризовки. Замечательные пейсажи. Хоть то, что-то у них случилось. Что-то горит у них какая-то. Стравушка, муравушка горит. Но, ничего страшного. Тут, собственно, враги, все персонажи. Я не хочу ничего спойлерить. Просто прекрасный тоже пейсаж. Посмотрите. Очень красивый. Вот. Замечательный артбук. Ко мне в коллекцию. Просто отлично зайдет. Правда, у меня коллекция всего из двух артбуков. Но это ничего страшного. И, конечно же, сама игра. Вот так вот она выглядит. Вот так выглядит коробочка. Она меня довольно удивила. Я думал, что коробка будет в обычном виде представлена. В обычной коробке. Но решили они сделать вот такую версию. Посмотрите сзади. Эль и Джоэль, я так понимаю, вместе. Наконец-то они вместе. И вот внутри тут коды. Коды я вам не буду показывать. Там мануальчик. Сейчас я гляну быстренько. Да, действительно, тут есть еще мануальчик сверху. Тоже черно-белый. Ничего особенного. Просто управление. Ну, кстати, мануал на русском. Как, впрочем, и игра. Что касается эксклюзивов от Sony, они всегда переводят все мануалы и все игры. За что им огромный респект и уважуха. Но все-таки их можно понять. Действительно, они продают консоль. Там также лежат два кода. Один сетевой код, другой код от... Второй код от различных дополнений каких-то там читерских, из мантиплеера. Вот такой вот диск. Довольно, не знаю, скудно оформлен. Мне кажется, рожа Джоэля была бы плюсом только. Ну, Last of Us, одни из нас. Почему-то именно одни из нас не переводятся. Хотя, последний из нас в оригинале должен звучать. Но не будем переводчиком. Видимо, им виднее. Вот если убрать коды... Сейчас, смотри, эти листочки все взяли. Это очень красивая такая панорама. Пробую что-то, смотрите. Очень красиво, очень симпатично сделано. Вот такая штучка. Ну что, на этом все. Огромное спасибо, что посмотрели этот анбоксинг. С вами был Brain First. Огромное спасибо вам также за внимание. Мы скоро с вами увидимся обязательно. И всего хорошего. Удачи и пока.